Приветствую вас, я прочитал ваши вопросы, которые вы задавали, и вы знаете, везде, в каждом из трех ваших вопросов я увидел, в принципе, похожую ситуацию, похожую проблематику, на мой взгляд. Значит, во-первых, это запрет на сближение с молодыми людьми, с мужчинами, то есть запрет на близость, возможно, здесь идет еще запрет на сексуальные отношения, то есть у вас, ну, есть, с одной стороны, провоцирующее мужчин, явно, поведение сексуальное, то есть вы как-то заставляете мужчин думать о сексе. Но в то же время вы боитесь с ними сближаться, и когда они сближаются с вами, вы, соответственно, говорите им «нет». Это проявление именно страха перед эмоциональной близостью с мужчинами. При том, что вы сами свою сексуальность, не ровно как и после разговора, отрицаете. То есть вы видите в них что-то дурное, что-то плохое. Это, конечно, тоже момент, потому что подобный запрет, он обусловлен вашими отношениями. Вероятно, родителями и детским опытом, который вы получили в момент развития своей сексуальности, я полагаю. Значит, смотрите, общались с парнем, значит, нет, незаботливый, только через неделю поцеловались. Ну вот, опять же, к этому хотелось бы выделить ваши отношения. То есть через неделю это много или мало? Вообще, поцеловаться через неделю для, скажем так, людей вашей возрастной категории, в принципе, вполне себе нормально, особенно если вы знаете, чего вы хотите. Вот. Но так ненормально для людей вашей возрастной категории и вступать в эмоциональные и сексуальные отношения вполне. То есть, если вы поцеловались через неделю, то вполне можно было бы и сблизиться. Далее. Пиццент постоянно что-то скучает, хочет видеть. А вы? В случае больше двух недель приобщались. Ну вот, мне кажется, что здесь вы как-то, мужчин, вот, провоцируете на близких. Что-то в вашем поведении заставляет их так себя вести. Как правило, как правило, знаете, это в игре насилуют. Есть такое поведение, когда женщина, значит, ведет себя так, что мужчина начинает на что-то надеяться. Он думает, что женщина не против с ним сблизиться. Ну вот, например, зачем вы через неделю поцеловались? Если вы говорите, что вы не сразу привыкаете к человеку, что вам сложно практически сразу лечь в постель с мужчиной. Опять же, что здесь сложного, если вы хотите, например, секса, если мужчина хочет секса, и вы уже далеко не дети, то что здесь сложного? То тут вот идет зажим. Но, если вы говорите, что для вас это так, то для чего тогда вы через неделю поцеловались? Кстати, вы не подростки, вы не опытные молодые люди, которые только познают друг друга и которые еще стесняются, скромничают и так далее. Вы уже взрослые, да, вам 31, ему 34. И, соответственно, отношения, они устраиваются тоже по-взрослому. А у вас поведение, с одной стороны, такое достаточно заширятое, а с другой стороны, с другой стороны провоцируется. И вот я полагаю, что данное противоречие и начать мужчинам с вами выстраивать отношения. Ну и еще, конечно, тот факт играет большую роль, что вы, видимо, сами достаточно пассивны в отношениях, из-за своего страха быть навязчивой. И достаточно многого вы хотите, но при этом об этом не просите, не говорите, что вам нужно. Стесняетесь. То есть не принимаете себя. Далее, вы пишете, значит, никаких поздних разговоров. Почему? Что плохого? Что плохого обсуждать секс? Что плохого в том, чтобы смеяться над ним? Что плохого, чтобы шутить по этому поводу? Он мне тоже нравится, и я скучаю по нему. Вы говорили ему об этом? Что он вам нравится? И что вы скучаете? Пару дней назад он написал, что хочет меня, но я не готова к интимным отношениям. Почему не готовы? Почему не готовы? Из-за чего не готовы? То есть что вас удерживает? Опять, как проявляется готовность к интимным отношениям? Даете ли вы как-то мужчине понять, что вы не готовы? Как поцелуй увязывается в эту поведенческую концепцию? Так, написал я ему, что мне очень приятно проводить с ним время, что он очень нежный и чуткий мужчина, что его желание я понимаю, мне это приятно, приятное объятие, поцелуи, мне сложно практически сразу лечь в постель с мужчиной. Я не сразу привыкаю к человеку, я живу чувствами, не могу его обманывать. Ну, я не знаю, как вы это написали, конечно, но вполне вероятно, что мужчина подумал, что вы вежливо ему так отказываете, потому что если вы живете чувствами, то вы сказали бы ему, что вы скучаетесь и что он вам нравится. А так, когда прозвучало то, что да, я понимаю, да, ты хороший, но простим, ты мне не подходишь. То есть вы обталкиваетесь с человеком. И о своих чувствах вы не говорите, потому что вы не принимаете себя и свою привлекательность, свою сексуальность. Так, после этого молчит уже второй день, а я скучаю по нему, хочу это написать, но не хочу быть навязчивым. А что по-вашему является навязчивым? Как у вас формируется представление о навязчивом? То есть навязчивость, это вообще-то говоря, периодичность, да, то есть постоянно. Вот, например, мужчина написал, что он вас хочет, это не навязчивость, это его естественное желание. И вы, в принципе, вполне могли бы сказать, что да, я, например, тоже тебя хочу, и мы обязательно с тобой будем вместе, просто я бы хотел, чтобы это случилось спонтанно, да, то есть как бы не по, там, например, договору первоначальному, допустим. Ну, если вы вот стесняетесь, то нужно ему дать надежду, а вы надежду мужчине не даете. Знаете, у вас противоречия вот эти есть. Ну вот, если бы он написал вам несколько раз, что хочет вас, это было бы навязчиво, это было бы навязчиво. А так? Так абсолютно нормально. И вы, если напишите ему, что скучаете, значит, то это тоже не будет навязчивым. Но у вас откуда-то этот страх быть навязчивой есть. Знаете? Вот. Далее. Ну, не ли мне предпринимать какие-либо действия, или теперь, эээ, или теперь только он, эээ, просто не хочет больше со мной общаться? Странный вопрос для тридцати однолетней женщины. Равно как и странно называть парня, которому тридцать четыре года. Эээ, значит, во-первых, нужно ли мне предпринимать какие-либо действия? Если вы скучаете по нему, то как минимум нужно свои чувства выразить. Если вы хотите чего-то, то как минимум нужно об этом заявлять. Эээ, если вы целуетесь с мужчиной, да, то нужно нести ответственность за это. И отдавать себе отсчет в том, эээ, как бы, ну, что за этим последует. Понимаете? Дальше. Идем. Эээ, тебе он просто не хочет больше со мной общаться? Да, возможно, он не хочет с вами больше общаться, потому что вы ему дали отворот поворот сейчас. То есть вы ему не дали никакой надежды, вы просто сказали, да, 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 короче, ты молодец, я тебя понимаю, но прости, я не готов. Вот. И все. Я живу чувствами и не могу его обманывать. Вот тоже непонятно, а, как именно, эээ, жизнь чувствами может обмануть человека. Понимаете? Вот. Вот вы говорите, мне сразу, мне сложно практически сразу лечь в постель с мужчиной. Это момент, потому что сложно, сложно в чем? То есть вам сложно, может быть, не бывает всякое, ага. И у вас, наверное, есть свои сексуальные желания, которые нужно реализовывать, а вам сложно. Понимаете? И вот с этим нужно работать. Вы говорите, что, значит, так, я не сразу привыкаю к человеку. Это нормально, что вы не сразу привыкаете к человеку. Но вы его, вы чувствуете себя с ним дискомфортно, судя по всему, с людьми. То есть вы тяжело допускаете людей к себе. То есть сложно сближаетесь, вам нужно много времени для того, чтобы сблизиться с кем-то. Вы чего добавите, чего допускает, опасаетесь очень сильно. И плюс, плюс, вы отвергаете все интимное, то есть сексуальное. Вот. Вот так, вот так вот мне видится на самом деле. И то, что вы спрашиваете, нужно ли принимать какие-либо действия, или теперь он просто не хочет со мной общаться. Это звучит так. Помогите мне, как мне себя вести. Но вы же понимаете, что решение это принимать вам. Может быть он не хочет с вами больше общаться. Но это не значит, что вам не нужно предпринимать каких-либо действий. Я бы рекомендовал вам проанализировать все отношения с мужчинами. Все. В особенности с родителями, в особенности с папой. В особенности со всеми мужчинами в вашем детском возрасте. И вот уже там искать, там уже искать причину, по которой сейчас, на данный момент, вы ведете себя так. То есть, отрываете свою сексуальность, он не готовый сближаться, явно испытываете стеснение, скованность, да, тяжело сходите с людьми и так далее. Вам 31 год, как я понимаю, вы не были замужем, да, и у вас не складываются отношения с мужчинами, но при этом все они, мужчины, периодически намекают вам на секс. И они видят вас. Они видят в вас вот это, видимо, желание, оно у вас есть. Это желание. То есть, постарайтесь вообще разграничить секс и отношения для начала. То есть, поцеловались с мужчиной через неделю, ну ничего страшного, значит он вам приятен. Ну, можно с ним заняться сексом, можно с ним иметь сексуальное отношение, вот. То есть, встречаться с людьми ради секса, например. В этом нет ничего плохого. Но вам надо бы получить опыт в этом, чтобы быть более, так сказать, спокойным по отношению к этому. Чтобы почувствовать себя привлекательным именно в интимном плане и уметь использовать это, не бояться подобных проявлений. И понимать, что отношения, если им суждено, если между вами что-то есть, чувства и так далее, отношения ничто не испортит. Ничто и никто. Но для этого нужно, чтобы вы были более активны, более свободны. А для этого нужно, чтобы вы перестали играть вот в эту игру на силу. Для этого нужно, чтобы вы избавились от запрета сближения с мужчинами. Вы сейчас находитесь под них. Вы боитесь, боитесь мужчин. Вы пытаетесь их избежать. Избежать близости с ними. И тем самым отталкиваете их от себя. Вот. То есть, я уверен, что вот у вас не было такого, да, что у вас несколько мужчин, да, все они с вами, взаимодействуют, там, такая конкуренция, да, здоровая такая, за вас. Вот. Я уверен, что такого не было. А это нормально. Это нормально, когда женщина, будучи свободной, взаимодействует с несколькими мужчинами и просто с ними общается этим самым, выбирает того, кто, как бы, с кем ей наиболее комфортно. А вы концентрируетесь только на одном человеке и, соответственно, скучаете по нему и так далее. То есть, у вас уже, по сути, появляется зависимость от человека. Вот. А прошло только две недели. Зависимость от человека есть, то есть, ну, подробности какие-то. А садического поведения нет. Потому что желание в себе вы подавляете. Потому что вы считаете, что так вот вести себя, ну, наверное, нельзя. Понимаете? Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос прямо, я говорю, что нужно написать ему всё как есть. То есть, ситуация может исправить только откровенный разговор по душам и вам нужно его инициировать. Вот. И делать это нужно для себя, а не для него. То есть, вот, вы скучаете по нему? Напишите это. Я по тебе скучаю. Но опять же, опять же, опять же, подумайте, подумайте. Скучаете по нему вы как? Что это за скука? Это ваша потребность в нём? Или ваша потребность сделать для него что-то? Это очень важно, чтобы понять, в каком именно векторе вы движетесь в отношении. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я бы рекомендовал индивидуальные консультации с психологом для разбора всех этих проблем. Потому что то, что вы пишете, это вершина айберга. Если вы хотите построить отношения, иметь семью и так далее, то со всеми этими вещами нужно разбираться. Пока вы явно окружены таким ореолом одиночества. И я полагаю, что у вас это тяготит. И тяготит совершенно естественно. Но пока вы видите только в том направлении, чтобы доказать себе, что все мужчины хотят только секс. Но в этом нет ничего плохого. В том, что мужчины хотят только секс. В этом нет ничего плохого. Наоборот, это стимул мужчины. Это стимул мужчины для того, чтобы добиться женщин. Вот. Но это никак не повод для того, чтобы называть, например, это плошностью. Или там на камне рубить инициативу человека. Разберемся с проблемами и сможем вас раскрыть как женщину. И, соответственно, вы будете более успешны в личных отношениях. И сможете реализоваться и как женщина, и как жена, и как мать. Но для этого нужно работать. Для этого нужно работать. Я вам желаю всего доброго. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.